Я продолжаю тему «Тихий ремонт». Многие задумываются, чем декорировать стены – краской или обоями. А про декоративную штукатурку и краску вы забыли? А между тем, оформив ими даже одну стену, можно сделать самый обычный интерьер дизайнерским. И работы по их нанесению тоже совсем не шумные. Поэтому сегодня в программе самые простые и эффектные декоративные покрытия, которые сможет нанести на стену любой. Эти декоративные штукатурки, структурные и декоративные краски, доступны по цене, и их можно нанести своими руками. Некоторые из них антивандальные, их практически невозможно повредить. И еще одно достоинство – декоративных покрытий. Они бесшовные, как краска. Декорируйте всю стену или все стены и ни одного шва. Только красивые фактуры. Начнем с декоративной краски с мелким песочком. Для того, чтобы краска легла ровно на стену, ее – стену. Нужно предварительно выровнять. Мы будем работать с серебряной краской с перламутровым отливом, значит, фон может быть просто белым. Наносить такое покрытие нужно широкой кистью. Можно это делать хаотичными движениями, тогда рисунок получится произвольным. Обычно эти движения называются «ничего не получилось». Значит, ничего не получилось. Да, так и должно ничего не получиться, но это неправда. Так и должно быть. Нанесли один слой, подождали 4 часа для высыхания и нанесли также второй слой. Все готово. Допустимы ли какие-то перерывы, там, не знаю, пробелы в краске? Или нужно все-таки постараться закрыть все основание? Стенку обязательно, если делать, то от угла до угла. То есть нельзя сделать половину стенки, потом пойти покурить и вернуться доделать. Будет виден шов. Будет так, да. Окончательную крепость покрытие набирает через 2 недели. Его можно чистить моющими средствами. Оно воздухопроницаемо. При попадании на стену света, ну, естественного или искусственного, оно эффектно отражает его, играя оттенками. А перламутровая основа выглядит очень благородно. Как видите, ничего сложного, а эффект налицо. Для того, чтобы задекорировать стену шириной 5 метров и высотой потолков 3 метра, понадобится примерно 2 литра покрытия с мелким песком. Не любите лишнего блеска в интерьере? Вот вам еще одна декоративная краска с эффектом шелка. Матовая и очень приятная на ощупь. Вот так выглядит краска с эффектом шелка в банке, ничего особенного. Для ее нанесения требуется такая же подготовка стен. Зачистили, зашпатлевали поверхность, нанесли грунтовку глубокого проникновения, ну, подождали 3-4 часа, потом тонким слоем фоновую краску. Еще ждем 3 часа, и теперь можно наносить это покрытие, да? Но предварительно нужно убрать все шероховатости с поверхности. Можно зашлифовать шкуркой. А можно взять именно инструмент, которым будете работать, и... И можно наносить краску с эффектом шелка. Такое оформление подойдет для стен и в классическом, и в современном интерьере. В отличие от предыдущего покрытия, эта краска наносится шпателем и металлической кельмой в два слоя. Покрытие наносим мазками в разных направлениях. Нанесли один слой, подождали 4 часа, нанесли второй. Цвет можно подобрать самому, добавив в базовый состав, ну, обычно он белый, красящий пигмент или, как его еще называют, колер. Только добавляйте по капле, так как можете быстро из нежного оттенка перейти в яркий, насыщенный цвет. После высыхания широкие мазки этого покрытия мягко переливаются в свете, как шелк. Стены можно мыть чистящими средствами. Для стены площадью 14-15 квадратных метров потребуется, опять же, 2 литра такой краски при нанесении в два слоя. Согласитесь, выглядит красиво и необычно. Но это маленький образец, а как добиться такого рисунка на большой стене? Подумал я и решил провести эксперимент у себя дома. Делаю ремонт в комнате дочери. Она любит шоколад, поэтому одна из стен будет акцентнее, соответственно, шоколадного цвета. Буду декорировать ее декоративной краской с таким перламутровым отливом. Но перед этим нужно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения и нанести на стену фоновый цвет. Фоновая краска – это обычная водоэмульсионная краска, заколированная в более светлый оттенок, чем само покрытие. Для чего красить стену одной краской, чтобы потом нанести другую? Все просто. В комнате дочери будет шоколадная стена. Декоративная краска наносится очень тонким слоем, и если основу оставить белой, то она будет просвечивать, и декоративке понадобится больше. Итак, всю стену. Фоновая краска высохла. Теперь я буду наносить итальянское декоративное покрытие с эффектом шелка шоколадного цвета. Буду наносить его в два слоя кельмой, вот это называется кельма, широкими мазками. Смотрите, какая вкусная. Как шоколадная паста. Берем чуть-чуть и поехали. Наношу покрытие мазками в разных направлениях. Лучше начинать от угла или от проема двери. Не бойтесь ошибиться, это же первый слой. Здесь главное укрыть тонким слоем всю стену, не оставив пробелов. Не сложно вообще. Можно дождить побольше. И это всего лишь первый слой. Первый слой высох, прошло 6 часов, уже смотрится красиво. Сейчас нанесу второй, и фактура будет глубже. Начинать можете в любом месте, но лучше также идти от угла. И помните, начав наносить покрытие, вы не должны прерываться надолго. Нужно сделать всю стену от угла до угла, иначе будут видны границы и не получится единого рисунка. Вот как это покрытие играет в искусственном свете. И в зависимости от угла зрения рисунок меняется. Такая стена может быть и за изголовьем кровати, и в гостиной за телевизором. Стену от угла до угла вы сделаете быстро, и сразу увидите результат. А потом можете браться за остальные помещения своей квартиры. Вывод. Декоративные штукатурки можно наносить самим. Это несложно. Они не ударят по семейному бюджету. При этом сделают интерьер индивидуальным. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Пересматривайте прошлые выпуски. Там много полезной информации. Моя программа выходит каждую неделю по четвергам. Чтобы не пропустить премьеры, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Увидимся через неделю. Будем менять с Александром Гришаевым. Субтитры подогнал «Симон»!